МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Трудная дорога в столицу. Специальная комиссия проверила транспортное сообщение между городом-спутником и Чебоксарами. Плавайте на здоровье. В весенние каникулы чебоксарские школьники посещают бассейны бесплатно. Быстрый, тихий, безопасный. В столичных многоэтажках обновляют лифты. Не уехать, не уйти. Каждое утро жители Новочебоксарской решают одну и ту же проблему. Как добраться до столицы республики? Почему это происходит и что нужно предпринять для решения этого важного вопроса? Выясняла комиссия Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Остановка «Турист». На часах еще нет и 7 утра, а людей уже немало. Утренний час пик 7 до 7.30 для жителей микрорайона Юракова – явление давно привычное. Уехать в Чебоксар здесь можно на 101-м автобусе и двух маршрутках – 262-я и 331-я. Но это не спасает. К остановке транспорт приходит уже заполненный. Они уже беспокоятся о том, как бы их ГАИ не остановило. Допустим, если раньше могли 9, 12, 15 человек стоять, сейчас они 6-9. И не более того. Очень тяжело. Очень. Даже я сейчас хорошие каникулы. Когда обыкновенные дети пойдут в школу, я из дома выхожу. Где-то 15 минут 6-го. А приезжаю, 7 минуты, сижу. То есть, насколько раньше уже приходится выходить из дома, чтобы доехать до города? Часа два. Схожая ситуация и на остановке «Дом правосудия». Она находится на выезде из Новочебоксарска. Люди проявляют чудеса изобретательности, чтобы не опоздать на работу. Одно из ноу-хау – поехать на попутки. Легковушки, которые едут в Чебоксары, подбирают горожан недалеко от остановки. Кстати, плата за проезд такая же – 25 рублей. Есть и другие варианты. Правда, финансово затратные. Начиная от Ельниковской рощи, уже все из города и битком идет. Я сам езжу постоянно в Чебоксары и езжу до Иванова. В Иваново сажусь на маршрутку, тогда спокойно еду. Вы считаете, 20 рублей до Иваново, 25 рублей до Чебоксары. Полста рублей отдай. Проще всего уехать с конечной, либо с магазина «Каблучок». Эта остановка есть у каждого маршрута. Но это не решает проблемы в целом. Один из вариантов – поставить в рейс автобусы больше вместимости. Другой – увеличить количество рейсов в пиковое время. Мы, я думаю, со следующей недели найдем в Чуваши-Странсе резервы и на этот промежуток времени дополнительно автобусы перекинем. В свои предложения внес и представитель одного из перевозчиков Новочебоксарска. В одном направлении должен быть один перевозчик. Пусть они объединяются в товарищество, пусть это будет в одних руках, но это единственное правильное решение. Либо второй вариант – на одном маршруте должно быть несколько видов транспорта. То, что проблему наконец увидели и начали ее решать, уже хорошо. Но сразу ситуацию не исправить. Поэтому пока новочебоксарцам придется все же продолжить поиски подходящих для себя вариантов, как доехать до Чебоксар. Качество питьевой воды в ряде районов республики до сих пор вызывает тревогу. Как в республике намерены решить эту проблему, сегодня обсуждали члены правительственной комиссии по охране здоровья. Подробности в следующем материале. На качество питьевой воды жители Порецкого района жалуются не первый год. Спикер госсовета Валерий Филимонов недавно убедился лично, что в общественных колодцах муниципалитета содержится большая масса иловых осадков. Наливают ведро и к утру, там на ночь, там осадок сантиметров пять. Вот такая вода, она реально такая. Главе районной администрации было дано поручение о разработке проекта по подсоединению сетей к новому водозабору. Однако проект он сделал только на реконструкцию систем водоснабжения в самом поселке. От старой скважины, то есть от существующего водозабора к новым пробуренным. Они уже готовы стоят и вода изучена, соответствует. Вот эта работа не ведется. Есть предложение со стороны Минстроя по строительству станции по безжелезованию на существующем. Новые станции, потому что существующие не работают. Некачественная колодезная вода – проблема большинства южных районов. В Роспотребнадзоре по республике говорят, что в муниципалитетах назрела необходимость обустройства водоводов. Вернуться к вопросу строительства группового водопровода в Шамышинском районе, а также в Урнарах и в Бресинском районе нужно уже достроить водоводы для более эффективного использования. А в Урнарах еще и технологию очистки нужно пересмотреть. Руководитель ведомства отмечает, что необходимо продолжить работу по установлению зон санитарной охраны источников. Нередко во время проверок специалисты выявляют в питьевой воде повышенное содержание бора, железа, марганца и сульфатов. На здоровье человека это сказывается не лучшим образом. Не соответствует гигиеническим нормативам более 16% против 20% в 2015 году. Наиболее проблемной по санитарно-химическим показателям остается вода из водоисточников в Баттеровском, Вурнарском и Бресинском, Комсомольском районах. Проблема некачественной питьевой воды может решиться после перехода на подземные источники. Но в ближайшее время сделать это нереально из-за больших затрат. К этой очень важной для населения теме решили вернуться на одной из сессий Госсовета Республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Жители одного из домов Чебоксар теперь будут реже ходить пешком. Эта история не про то, как они забросили здоровый образ жизни, а про новые безопасные лифтовых высотки. Знаменитые высотки на улице Афанасьева в Чебоксарах. Подниматься пешком на 17 этаж каждый день нелегко даже очень здоровым людям. А ездить на старом лифте стало небезопасно. Он проработал 31 год. Вот так выглядело оборудование в машинном отделении. Один лифт у нас в прошлом году отключили. Уже год не работает. Это грузовой пассажирский. И вот до последнего времени, значит, так вот с перебоем. Ну, боялись. Жильцы уже боялись там ехать. Потому что он надребезжал, стучал. Ну, в общем, страшно ехать. Уже износ и в двигателе, значит, и в лебедке. Там уже износ большой был такой, что... Ну, все уже. Уже ремонтировать бестолку. И то, что и опасно. Опасно для жильцов. Особенно у нас 18 этажный. Это 60 метров. Если сорвется, это уже что-то там будет. На вопрос, что там будет, отличает статистика. Каждый год в России из-за неисправности лифтов погибает 10-12 человек. Впрочем, данный дом эти печальные цифры уже не пополнит. Лифты здесь поменяли в рамках программы капитального ремонта. Государственная комиссия приняла их в эксплуатацию. Теперь дело за обслуживающей организацией. В данном случае это компания «Городской лифт». Все лифты соответствуют техническому регламенту Томоженного союза безопасности лифтов. На обслуживании «Городского лифта» находится много лифтов данного производства. Заводы-загодовители. И они зарекомендовали себя как комфортное, надежное и качественное оборудование для применения в многоквартирных жилых домах и административных зданиях. Однако тех, кто каждый день поднимается домой на лифте с риском для жизни в столицу Чувашии, еще много. По городу Чебоксары на сегодняшний день по статистике более тысячи домов, если это точнее быть, 1124 лифта, уже фактически с просроченным сроком эксплуатации. То есть, получается, они отслужили более 25 лет. Они уже нужно рассматривать вопрос об их замене. Жителям многоквартирных этих домов нужно поинтересоваться, в каком году предусмотрена программа замена их лифта. Если сегодня сроки их замены стоят на более поздние сроки, нужно рассмотреть со своей управляющей организацией возможность переноса сроков замены этих лифтов. Для этого необходимо обратиться в органы местного управления, то есть в администрацию города Чебоксары. Там работает комиссия, которая фактически пересматривает сроки исполнения. Одно условие – идут навстречу жильцам и переносят сроки ремонта только в тех домах, где собираемость платежей за капитальный ремонт составляет 90%. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Министр Чувашии назвал причину сбоев подачи электричества, которые произошли в этот понедельник. На воздушной линии опоры номер 34 на линии Южная-2 Чуваш-Энерго произошло короткое замыкание. Об этом заявил первый замминистра строительства республики Максим Иванов. Напомним, тогда в зоне кратковременного отключения оказались более 18 тысяч человек и несколько предприятий столицы. Для расследования причин аварии создана межведомственная комиссия. Результаты станут известны через три недели. В ближайшее время на заводах концерна «Тракторные заводы» будет выплачена задолженность по заработной плате. Там планируют запуск производства. В Нишэкономбанк перевел концерну «Тракторные заводы» очередной транш. «Промтрактор» получил около 350 миллионов рублей. Агрегатный завод – 300 миллионов. Эти средства направят на запуск производства. И выплату заработной платы за январь и февраль, а также частично за март. Сегодня в Доме правительства прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений. Одним из основных стал вопрос предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В Чувашии на 25% снизилось количество преступлений. Однако при общем снижении преступности выросла доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Чувашии более 25 тысяч человек имеют проблемы с употреблением алкоголя. Многие преступления совершаются в общественных местах, в кафе и так называемых питейных заведениях. С декабря прошлого года в Чувашии прекратили свою деятельность 25 таких организаций. Было проведено более 700 проверок. 23 заведениям отказали в выдаче лицензий. У 22 досрочно прекратили лицензии. Однако, по мнению представителей правоохранительных органов, правила реализации алкогольной продукции необходимо ужесточить. Республиканский Минэк предлагает запретить розничную продажу алкогольной продукции во всех предприятиях общественного питания, расположенной в жилых домах, за исключением ресторанов. Кроме того, в ночное время планируется ужесточить продажу алкоголя и в общепите нежилого сектора. Следственный комитет Следственного комитета России в Чувашии возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи столичной администрации. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следователи выяснили, что с апреля по декабрь 2016 года подозреваемый получил 280 тысяч рублей от двух индивидуальных предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Эта взятка предназначалась куниципальному чиновнику за уменьшение количества проверок, проводимых сотрудниками возглавляемого им отдела в отношении автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах, и нерасторжение с ними договоров на осуществление пассажирских перевозок по выявленным нарушениям. Напомним, что 22 марта в отношении подозреваемого уже было возбуждено одно уголовное дело за получение взятки. Сейчас оба эпизода объединены по одно производство. Экс-чиновник находится под домашним арестом. Вопросы противодействия коррупции находятся под постоянным государственным контролем. Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых нарко-представителей власти, подчеркнул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. О том, как борются с коррупцией в Чувашии, говорилось на очередном заседании Республиканской комиссии по противодействию коррупции. Напомним, что буквально на днях в Оренбурге прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Привожском федеральном округе, посвященное этой важной теме. Тесное взаимодействие правоохранительных структур с органами власти, оперативное реагирование на поступающую информацию помогают решать поставленные задачи. Ущерб от коррупционных преступлений только в прошлом году составил почти 300 миллионов рублей. Почти 50% этой суммы уже возмещено. В результате совместной работы к уголовной ответственности в 2016 году привлечено 25 должностных лиц. Работа в этом направлении ведется постоянно и системно. В 2016 году мы провели проверку в отношении 180 муниципальных служащих, что в 4,5 раза больше, чем в 2015 году. Из 180 проверенных выявили нарушение антикоррупционных требований у 153 служащих. За два месяца текущего года количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в отношении государственных служащих значительно снизилось. Это связано с усилением ведомственного контроля и ужесточением ответственности за совершение преступлений. На заседании также подведены итоги антикоррупционной экспертизы республиканских нормативных правовых актов. Чистоту нормативно-правовых документов тоже надо обеспечивать, чтобы уже руководствоваться с этой нормотворческой работой. Это дает на входе уже соответствующие результаты. Это превентивные меры, по-другому говоря. Норма федерального закона, она распространена и действует на всей территории Российской Федерации одинаково. Мы живем в любимой России. Радион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Их пример достоин уважения. Сегодня глава республики встретился с многодетной семьей Гороховых из Алатыря. Слованник разлетелось на весь православный город. Глава семейства служит в мужском монастыре и вместе с супругой воспитывает шестерых детей. В чем секрет родительского счастья, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Обычно строгие правила протокольных мероприятий сегодня нарушать не возбранялось. На встречу с Михаилом Игнатьевым Гороховы решили приехать с оригинальным подарком – песня о семейном счастье. Для них это не пустые слова. Сейчас Ольга и Сергей воспитывают четверых сыновей и двух дочек. Настоящий семейный хор. Любовь к музыке детям прививает отец. В прошлом году дьякон Сергий даже исполнял песни на большом концерте «Таман-радио» на сцене Ледового дворца. Вокалу он обучался в консерватории Нижнего Новгорода и даже руководил мужским хором. Когда есть, да, плюс еще знания, плюс и то, что хорошие учебные заведения в законе, конечно, все это распространяется на детей. У Марии вообще больно. У Марии вообще, да. Народная все с краем будет, точно, Мария. У вас все шустрые. Самые шустрые. В дом правительства с подарками приехали и самые юные члены семьи. На память о встрече главе республики они вручили картины. Ух ты, как много. Ты сидя должна стоять. Мария. Нет. Ой, вот душа щедрая. Ну, Мария. Это кто она рисовала? Это Стефан. Да, молодец. Молодец. Вот он хочет, видать, летчиком быть. Соответственно, как наш Андреан Григорьевич Николаев, Николай Михайлович Бударин. Спасибо большое. Большая и дружная семья живет, проповедуя личным примером главные духовные ценности, веру, надежду, любовь. Сам дьякон Сергий недавно был назначен председателем миссионерского отдела Аллатрской епархии. Сейчас то время, когда нужно делом продвигать людей к созиданию России. В противовес глобализации. Очень радостно, что поблагосоединяется Иеронима, попал в Чувашию. Действительно, это тот, как я с ранним говорил, божий уголочек, который особенно любит Господь. И вот наш маленький город Аллатр, тому большое свидетельство. Недавно Гороховым была оказана и государственная поддержка. Субсидии из бюджета помогли улучшить жилищные условия. По крайней мере, есть где жить, детям, где есть, соответственно, воспитываться. И условия, когда есть, конечно, они по-другому смотрят на жизнь. Год Матери Ц, который я перевел, на самом деле много мероприятий проводим. И это востребовано все нашими жителями, потому что наши традиции сохраняем, укрепляем. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов. Республика. Известный в Республике кинорежиссер Владимир Синяев представил на суд зрителей новый фильм – комедию «Лесом». Картина о том, как молодые люди решили уйти в лес и искать сокровища, которые закопал в свое время Емельян Погачев. Работа над фильмом началась год назад. В марте писался сценарий, а непосредственно съемки проходили в июле в селе Порецком, Шадрихе, Аллатре, Шумерле и Чебоксарах. Группа из семи молодых людей разных интересов и характеров отправляется в лес искать легендарные сокровища. В ходе этой авантюры с героями фильма происходят захватывающие приключения, и в конечном итоге они приобретают другие сокровища, более ценные для каждого. Все эти герои, они совершенно разными характерами, и на этом фоне формируется комедия. Там у нас есть авантюристка, которая затеяла весь этот поход. Она придумала, что там действительно в лесе около деревни Шадрихе закапан клад, и то, что выложила пост в социальные сети, и группа к ней присоединилась. Хотелось, чтобы молодые люди больше отходили от гаджетов, от телефонов, и выбирались больше на природу, были ближе к природе, в общем. Потому что там можно больше богатства привезти, больше энергии получать, чем ту, которую мы расходуем на ненужные вещи. Весенние каникулы для столичных школьников – это не только возможность хорошенько выспаться, вдоволь нагуляться с друзьями, но и повод вспомнить о своем здоровье. Вдохнуть бодрость в уставшие после долгой зимы организмы помогут физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. В дни каникул они работали бесплатно до 15 часов. Наша съемочная группа отправилась на занятия вместе с детьми. Ничто так не радует глаз, как искренние улыбки на лицах детей. Для этого многого и не нужно. Немного свободы и движения. Это очень мне понравилось, так как мы собрались все вместе, все школы и дружные, все спортсмены здесь. Водичка хорошая, теплая. В бассейны в эти каникулы ходили в одиночку с друзьями и целыми группами. Приятно поплавать в холодное время года в теплой воде, размяться после сидения за партами. Мы приехали из 39-й школы, привезли с собой 20 детей. Все были немного удивлены, но приняли это с огромной радостью, потому что спорт становится все ближе и ближе к нашим детям. Спортивные комплексы предложили школьникам позаниматься в свободные от уроков дни фитнесом, сыграть в футбол, баскетбол, в дартс. Такого ажиотажа в столичных спортивных школах не было давно. Дети и взрослые надеются, что весенняя спортивная неделя станет традиционной. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Городская баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» вышла в финал Суперлиги 2. Этому способствовали успешный тур, который спортсмены провели на выезде в Магнитогорске. Накануне баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» поддержала победу над Магнитогорским «Динамо» со счетом 172. Счет в серии 3-1. Это позволило ястребам впервые выйти в финал Суперлиги 2. Имя соперника станет известно после встречи команд «Тамбов» «Динамо-Ставрополь» 1 апреля. Напомним, «Чебоксарские баскетболисты» в прошлом сезоне заняли лишь пятое место в регулярном чемпионате. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова